СОФЬЯ В тех апостолах заключена хранитель, а не земли нашей. И пока они в нашей земле прячутся, ни одной вражьей силе народ наш не победит. Никому. Такая легенда. Все, приехали кундрики. Строятся! Граждане, контрреволюционные элементы. Решением Реввоенсовета вы приговариваетесь к высшей мере революционной справедливости. Выполнять. Бегите, Андрих! Бегите! Огонь! Это же ребенок, товарищ комиссар. Молчать, этот сучьи выкормишь! Стрелять, а то вместе с ним в могилу ляжешь! Стрелять! За ним! Мама! Не прыгай! Рыгай! Рыгай, сынок! К нам в Несвиш едем. Отвали, а! Рыгай! 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 его имение. Генрих Штрауб. Родился в семье барона Вильгельма фон Штрауба. Русская ветвь. Родители репрессированы советами. До 13 лет жил в Калькутте. Учился в Базеле. Победоносная германская армия при поддержке войск союзников еще раз доказала свое техническое и моральное превосходство над разобщенными ордами советов. Высокий интеллект. Целеустремлен. Слабости. Романтик. Излишне эмоционален. Некоммуникабелен. Скромен. Друзья. Маркус Фогель. Торговец антиквариатом. Привязанность. Магда Зигель. Соседка. Отлично. Все сложилось. Приступаем к операции. Я обожаю мужчин в форме. Генрих, вы такой молодой. Красивый. По виду настоящий арик. Так почему же вы не в армии? Я пишу диссертацию по словистике. Так что вам сегодня не очень повезло, фройленмагда. Жаль. Такой симпатичный и не солдат вермахта. Передовая германская наука твердо стоит на рельсах верного служения Рейху. Исследователь с мировым именем профессор-доктор Вагнер очертил перспективы новых открытий перед научной общественностью Берлина. Да. Вот это мужчина. Настоящий воин. Не переживайте, Генрих. Вы тоже в моем вкусе. Вступись, господин мой, в тяжбу стяжущимися со мной. Побори борющихся со мною. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах перед лицом ветра, и ангел да прогонит их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел да преследует их. Как вам фильм? Было скучно. Я небольшая поклонница мелодрам. Разве девушкам не нравятся страсти Купидона? Милый Генрих, мы на пороге великих свершений, в которых слезливым историям, поверьте, нет места. Мужчина в светлом плаще. Поехали. Поехали. Перехватим их через квартал. Прошу прощения. Спасибо. Давайте тогда уже и шляпу, мой галантный кавалер. Я похожа на Марлен Дитрих. Не знаю. Марлен еще не приглашала меня на свидание. Война. Немецкие девушки вынуждены быть смелыми. А насколько, это вам еще предстоит узнать, господин Генри Штраубе. Я сейчас. Что я могу вам предложить? Может быть, этот красивый букет? Нет. Пожалуйста. Убили. Помогите. Черт возьми, это не он. Это не он. Это не он. Убили. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все в порядке? Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генрих? Похоже, у меня проблемы. Огромные. Ты что, ранен, что ли? Так, держись, Генрих. Сейчас все сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, Викки. Привет, Григорий. Алектина? Прошу. Давайте помогу. Сама справлюсь, спасибо. Пойдем. Нормально. Не успела приехать, уже бобры знают. Во-первых, не бобры, а милиция. Следственный отдел Виктор. Так что мне знать положено. Ну, я так понимаю, вы к нам на практику? Давай, Павла. Сама справлюсь. А я и не подумала. Из деканата звонили? Рюкзачок положи. Да нет, бабушка твоя позвонила, попросила тебя встретиться. У нас все просто по-соседски. Как я понимаю, оркестры с ковровой дорожки не предвидятся. Ваш идей? Мой. А тебя, я так понимаю, в Минске на Феррари возят? Типа того. Да. Не угораздило же меня на практику в глушь. Тоскать вот у вас, как я помню. А из достопримечательностей коровник и сулько. На дискотеках в сапогах, по посредникам хозной моде. Сапоги для рыбалки. А вот насчет того, что у нас тут достопримечательностей нет, так это, поехали, покажу. Куда? Не Лувр, конечно, но место красивое. Садись. Ох, я в шоке и заинтригована. У вас в городе открылся новый зерноток? Ершистая. Поехали. Двое их было. В штатском. Один шофер, другой и настоящий профи. Ну и что теперь делать? Что делать? Тебе надо въехать. Совсем. Это я тебе советую не как твой куратор, а как более старший и опытный товарищ. Садись, Генрих. И что ты предлагаешь? Ничего себе. Ты ж когда он так отстроиться успел? Я помню, в детстве тут бегали, такая разруха была. А сейчас такой красивый. Прям глаз не оторвать. Еще внутри в музее не было. Там знаешь, какая коллекция? Маленький эрмитаж. Интересно, и откуда это такие деньжищи взялись? Несвеже на все это великолепие. Скинулись по рублю. Шутка. Чего рот раскрыла? А то глушь, глушь. Да в ваш Минск надо было огородами добираться, пока тут протекала светская жизнь всей Европы. Осознала и прониклась. Записывай с к вам на экскурсию. А почему бы и нет? Ты же мне нравишься. В смысле, как девушка нравлюсь? Или мы уже на ты? А то. В смысле, как любительница истории нравишься. К бабушке поехали. Я слегка разочарована комплиментом. Но так уж и быть. Благодарной за обещанную экскурсию я научу вас тебя в амурном общении со столичными дамами. Ну, конечно. Мне же, как следователь, прямо это очень пригодится. В общем, пока ты спал, я принял решение поручить тебе очень серьезную и очень ответственную операцию. Это пока твой единственный шанс выжить. Неожиданно как-то. Неожиданно тебя убить хотели. А я подходы к доктору Вагнеру искал целый год. И, между прочим, нашел. И кто он? Доктор Ханс Вагнер. Неутомимый исследователь, охотник за артефактами. Второе лицо в обществе по изучению истории Анненербе. Окультист. Очень умный и очень опасный противник. Ну, и почему ты думаешь, что этот Вагнер обязательно должен взять меня с собой? Я же тебе говорил, что я нашел к нему подход. У меня есть один клиент. Профессор Кляйн. Страстный коллекционер помешанной нумизматикой. Так вот он, учитель Вагнера. И вряд ли Вагнер откажет профессору взять тебя с собой. В общем, так. Полетишь в Несвиш с Вагнером, там доктор будет искать свои артефакты, а ты постараешься узнать, что за секретная лаборатория появилась в замке. Это приказ центра. Ну, а пока побудешь у меня несколько недель, пока рана не затянется. Я пойду прилягу. Конечно, Генри, конечно. Ну, ты чего? Я же приехала, а ты в слезы. Да, как же приехала-то? Если б не практика. Ну, перестань, перестань. Маленькая-то крата. Маленькая-маленькая. Ну, вымахала вон какая. Ну что, небось, кавалеры уже бегают, да? Хватает. Только замуж никто не предлагал пока. Ну, чай пьем, да. С пирожками? Да, да, да. С пирожками, с пирожками. Класс. Не трогай. Не трогай. Не ты повесила, не тебе ее снимать. Не цацкую-то тебе. Классная штуковина. Откуда? Это не штуковина. Это ладанка. Мне она от матери моей досталась. Хранить ее надо. И лишний раз руками не трогать. Почему это? Ой, это не твое ученое головое дело. Расскажу тебе. Когда-нибудь. Посмотрим. Здрасте. Здравствуйте. Вещи я должен за тобой таскать, принцесса. Ну, извини. Да, еще. Забыл сказать. Практику будешь проходить у меня в отделе. Чего смотришь? Так начальство решило. Виктор, проходи чай пить. Спасибо. Слушай, и ты своему начальству передай, что если они Алевтину обидят, то я им быстро хвосты подкручиваю. Бабушка Серафима. Ты меня знаешь. Бабуль, ты не сердись. Он добрый. Ведь правда ты добрый? Ну, не знаю. Наверное. Ну, я же говорила. Алло. Да. Слушай, ты можешь не мямлить? Какое дело? Труп. Еду. Чай в следующий раз. Господи. Извините, служба. Ничего себе. Так это я вовремя приехала? Да куда? Ты куда? Практика. Не пущу. Практика завтра. Бабушка. А теперь быстренько за стол. Быстро, я сказала. Садись. Ты что, руки убери? Морду бери. Опять кто из степки в город собрался? Закрой пасть. Воняет. Ой, какие мы нежные. То, что ты по тоскушке бегаешь, весь отряд в курсе. Вот ты и попал, сука. И сейчас я с этим презентом от тебя, командиром, пусть он решает, что с тобой делать, сука. Руки он распускает, а? Мало я тебя по малолетке охаживал, сука. Иди умойся, страдалец. Что, посмотрим, кто из нас страдалец будет. Знаешь? За рукоприкладство, военное время, расстрел. За такие вещи. Леха, шмель у нас командир жесткий. Машь лоб зеленка, я командир. А я уже тут. Слышу шум. Что случилось? Товарищ командир, вот это меня со всей дури по роже ни за что. Ударил что ли? Ну, да так. Хлопнул для профилактики. Ну, значит было за что. Сопли подотри, иди умойся. Вот. Р汗. КОНЕЦ Матхи Боск, где я возьму такие гроши, Пан Иисус? Немцы с двух машин разгружали. Ящики с патронами и минометные мины. Запомнил? А можно еще раз повторить? А что ты будешь после войны делать? Ну, на тебе женюсь. Моя кухана. А потом закончу университет. Нет. Нет, я на тебе женюсь сейчас, а университет закончу после войны. Согласна? Стеша, так не хочется уходить. Мне пора. Ну, отпусти меня, пожалуйста. Отто, тебе не кажется, что это поганини евреи? Господа, прошу прощения за моего друга. Вилли Гетлинг слегка перебрал. Еще раз прошу прощения, господа. Всем шнапс за мой счет. За мной. Тебе. По секрету. Как другу, Отто. Скажу. Нет никакого золота. Тут полно евреев. Они уже давно все ввезли. Они все переплавили на свои еврейские зубы. Да, очень жаль. Не переживай. Этот вопрос... Я решу окончательно. Николь! 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 Умень. Умень. Хер. Умень. Поп Autонем. Умень. Умень. Продолжение следует... Продолжение следует... Профессор Кляйн, очень приятно познакомиться. Поверьте, я плачу лучшую цену в Берлине. Как говорите, вас зовут? Хайнрих. Генрих. Генрих Штраубе. Генрих готов уступить вам все. При условии, что вы составите ему протекцию в знакомстве с его кумиром, Доктором Вагнером. Да. Нет. Я не могу. Мой ученик, доктор Вагнер, слишком большая величина теперь. Заманчиво, конечно. Но мне неудобно. Очень жаль. Вы не понимаете. Определенно, Ницше был прав. Сверхчеловек существует, и доктор Вагнер на полпути, чтобы стать им. Сверхчеловек существует, и доктор Вагнер, и доктор Вагнер, и доктор Вагнер, и доктор Вагнер. Что делать будет? Так ведь заказчиков не стало, и кожа уже не та. Вот, при Польше была кожа всякая. И рыжая, и дьяловая, и замша, а теперь все проходит. А молюсь я, внучка, за победу, и чтобы родителям твоим на фронте уцелеть. Жалко, что я на фронт не успела. О, еще чего. У тебя тут таки фронт, что я потом холодным обливаюсь, коли ты к партизанам бегаешь. А я аккуратно. Немцы моих тропинок не знают. А, ты у партизан, як вочи. А ты дед Язеп и хушай. Вот так вместе фритценно дурым. Ай, боремся с ним, проклятым. За нами правда, Сталин, партия и Богородица, заступница наша. Позже прийти не мог. Чего надо? Слыхал? Что случилось? Там, это, у костела труп нашли. Мишки, конкурента моего. Докопался кладом. Чего делать-то? Нашли. Омер, значит. Откинулся. О, царствие небесное. А с другой стороны, может и хорошо. В больный рьян он разбогатеть хотел. Всю апостолов искал. Меньше грехов, меньше на том свете. Мыдрится. А ты даешь, Гриш? Нашего, можно сказать, коллегу убили. А тебе хоть быхны. А кто сказал, что его убили? А так же. Есть такое мнение. Слушай, вспомянуть бы надо. Пеньозов не маю. Завязывай ты с этим делом, копач. Помрешь. Черти тебя будут на сковородке жарить. За пьянку за твою. Хочешь, я тебя от пьянки отмолю. Смотри. Дай, может, возьмешь? Ну, это, это все баратеньки. Это трояк Сигизмунда. Часто встречается. Хлам. Ты мне, ты мне бутылку дай. И забирай. Слушай, не выпей, помру же. Ну, да. Сердце у тебя еле справляется. В самом деле помрешь. На. Чего тут у тебя? Да шпана обнаружила. Зажигалку в ходу нашли. Полезли дальше, а там... Повреждения есть какие-нибудь? А не, нормально, чистый жмур. Да я его знаю, урод, каких мало. Жену, который бил. А, Трошкин, помню. Слушай, так она от него вроде ушла давно уже. Ага, уже пару лет как-то. Так он все сокровища искал. Ну, вот, видно, и доискался. Сдохнулся, бедолага. Ну, да, может быть и так. Тут от метана народу полегло. Мама, не горюй. Говорят, до войны целый пионерский отряд того. Говорят, было. Так что, экспертизу делать не будем? Шучу, что ли? Ты же слюдар. Не, без экспертизы нельзя. Все жмуры только через судмедэксперта. Шучу. Ладно, дай-ка, посмотрю. Ну что, нашел что? Не-не-не, нет ничего, пусто. Так. Доктор Вагнер. Питер. Прошу. Позвольте вам представить моего молодого, но весьма талантливого коллегу. Генрих Штраубе. Специалист по восточнославянским языкам. Ханс Вагнер. Можете называть меня просто. Доктор Вагнер. Вы не будете против, если я буду говорить с вами по-русски. Это не помешало бы моей практике. У вас замечательные русские. Судя по рекомендации моего педагога, вы отличный молодой человек и очень талантливый. Талант – это такая же ментальная мышца, как и другие физические данные на Бога. Если его не развивать, он атрофируется. Прекрасный афоризм. Рекомендую. Замечательный специалист. Вот вам готовый. Я пойду. Все. Вчера бандиты взорвали ресторан. И кто-то должен за это ответить. Порядок, дисциплина и лояльность. Вот три кита, на которых стоит наше общее Отечество. И мы, немцы, ожидаем от вас прежде всего лояльности. Ваша задача – повиноваться и верно и честно служить вашему новому хозяину. Мы очень сожалеем, что среди вас, мирных жителей, есть глупые люди, решившие, что они могут обмануть германские власти. Они будут наказаны. Мы, немцы, не жестоки, но справедливые. Порядок! Есть вищий форма справедливость! Мы будем учить вас в порядок! Знаешь, внучка, по мне так лучше умереть, как герой, чем присмокаться перед неледью. Теперь партизан только через нас связь осталась. Внимание! Готовься! Отставить! Хорошо, можно. Готовься! Огонь! Ничего не могут. Все приходится делать самому. Улыбку, старина, Вилли. Тебе будет, что показать своим внукам. Так хорошо? Отлично! Образованный молодой человек в наше время – это такая редкость. Нынче в моде штурмовики и оболваненные Геббельсом – полные идиоты. А вы, Хайнрих, уникум. Может, по чашке кофе? Здесь недалеко. С удовольствием. Жди здесь. Пока еще умом во мраке он блуждает, но истинный лучом он будет озарен. Сажая деревцо, садовник уже знает, какой цветок и плод с него получит он. Почему вы постоянно оглядываетесь, молодой человек? Вам показалось, доктор. Я просто любуюсь видами Берлина. Вы мне подходите, Хайнрих. Поэтому перейдем сразу к делу. Я хочу показать вам документы, которые я конфисковал в Варшаве. Это наиболее точный и подробный план имени князей Радивиллов. С предлагаемыми картами поместья и схемами помещений замка. Скопированные из древнейшей карты 16 века. Датированные 1720 годом. Меня устраивает ваше знание польского языка. Завтра утром мы летим с вами в экспедицию. Я думаю, это будет интересно. Ну, как прошла ваша встреча? Утром вылетаем в гнязь. Я вижу, ты чем-то обеспокоен. За мной была слежка. Ты что-нибудь выяснил? Не беспокойся. Эту проблему я частично решил. Осталось выяснить, кто за всем этим стоит. Что значит частично? Не важно. Вот, а то, что ты вылетаешь завтра утром в Несвиш, это хорошо. Я надеюсь, на аэродроме у меня проблем не будет. Не волнуйся. Я буду рядом. А теперь, Генрих, слушай меня внимательно. Выгрузить оборудование, быстро. Возьмите удостоверение. Теперь для всех штраубы вы офицеры сдали. Сделано как настоящее. Оно и есть настоящее. Не пугайтесь. В официальном списке сотрудников вас нет. Так будет удобнее. Мне. Я привык доверять внутренним чувствам и рекомендациям близких людей. И предупреждаю. Вы серьезно верите в судьбу? В судьбу не верят только идиоты Альбера и советские шпионы, Генрих. Но на ваше счастье ни к тем ни другим я не отношусь. И это хорошо. А что это за камень в центре амулета? Это кусочник Чахьямуни. Когда-то он прилетел в Сириус. Генгинскан разделил его на 13 частей. Тот, кто соберет все части воедино, будет обладать великим могуществом. Маловероятно, что кому-то удаст. Нет, Генрих, нет. Византинскому императору Константину довелось собрать 12 частей. Он спрятал их. Не важно, где Генрих. Ну, здрасте. Вот пришла к вам на практику. Направление с учебы. Ты сюда не садись. Вон туда садись. Там тебе стол, стул, бумаги, ручки. Все, что нужно для хорошей работы начинающему юристу. Нет уж, спасибо. Я, пожалуй, начну с дел серьезных. Я тут подумала насчет вчерашнего убийства и… Это хорошо, что ты подумала, Алевтина. Ты знаешь, я тоже подумал и придумал. Надо вначале опыта набраться. Ну, прежде чем стать мисс Маркл. Да ладно. Короче, у меня есть такая версия. А что, если этот ваш убитый… А счеты взяла, что он убитый. Труп может быть и не криминальным. Заруби себе это на носу. Как это? А вот так-то. В этом подземелье до войны целая экскурсия пионеров задохнулась. Ух ты! Не ух, а ох. Так что, барышня, разгребайте. Ну и что это? Головоломки, ребусы, кроссворды. Мы всем о делом не можем разобраться. Твоя задача – найти и обезвредить этих негодяев. Пострадало около ста детей, не меньше. От кого? От папаш. Которые забывают платить элементы. Дерзай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА